Добрый день! Давайте посмотрим, что сегодня происходит на звездном небе. А сегодня происходит много всего интересного. Сегодня и Солнце, и Луна находятся в Скорпионе, Луна продолжает приближаться к Солнцу, и сегодня будет то, что называют словом «Новолуние». Очень прекрасное и интересное время. Именно сегодня, вечером, посмотрев на Луну, загадайте какое-то желание. Поскольку Луна находится в Скорпионе, то я бы рекомендовал загадать что-то, связанное вот с таким личной жизнью, и непременно у вас все получится. Поскольку не просто Луна, а «Новолуние» в Скорпионе, то давайте начнем со знака Скорпион. Поскольку у вас аж 4 планеты в вашем знаке, то, соответственно, и желание вам сегодня следует загадать такое, вы знаете, серьезное. И непременно у вас все сбудется. Знак Стрелец. Достаточно симпатичная у стрельцов ситуация. Луна сразу после «Новолуния» уже завтра входит в ваш знак. То есть у вас сейчас будет, вы будете на растущей Луне, будет проходить ваш знак. Поэтому самое время с завтрашнего дня начать какое-то что-то новое, новый проект, новую идею осуществлять. И движение Луны как бы усилит ваше начинание. Козерог. Тоже «Новолуния» очень симпатично будет влиять на козерогов. Поскольку мало того, что аспект хороший, так еще и Луна будет в своем движении. После Стрелца она переходит в козерог. Особо хорошие дни я бы отметил 21-22 для козерога. То есть самое время начать новые действия. Водолей. Вот такое хлопотное сегодня «Новолуния» будет для водолея, потому что все это происходит в Скорпионе, и это такая конфликтная ситуация в сторону знака водолей. Но я думаю, вы справитесь. Зато потом Луна переходит в Стрелец, и завтрашнего дня как-то пойдет нарастание позитивных событий. Вот буквально уже 22-го числа 21-го, 22-го Луна меняет свой знак. Вслед за ним меняет знак Солнца, и у водолеев начнется, наконец, менее напряженная ситуация. Рыбы. А рыбам рекомендуется сегодня быть очень внимательным со своим желанием в Новолунии, потому что у кого-у кого, а вот у рыб оно сбудется наверняка. Поэтому будьте любезны, подойдите к нему осторожно. Ну, например, если вы скажете, мне надо много работы, мироздание даст вам много работы. Но если вы забудете сказать, что вам надо оплачиваемая работа, смысл понятен. Овен. Такая среднестабильная ситуация. Марс по-прежнему в напряжении для овнам. То есть, по-прежнему будьте аккуратны с машинами. Даже если вы не водитель, все равно аккуратность на дорогах. Завтра Луна переходит в знак Стрелец, и это может принести вам какие-то интересные эмоции. А потом она еще и к Меркурию подойдет в понедельник. То есть, вы еще и получите какое-то известие. Очень для вас такое симпатичное, которое вы давно ждете. Также, как Стрельцам, рекомендуется что-то начать новое на таком движении Луны. Это ваше новое получит как бы дополнительную энергию для реализации. Телец. Вам сегодня может быть немножко вот не по себе, потому что новолуния находится в противоположном к вам знаке. Но ничего страшного, эта ситуация сойдет на нет уже буквально завтра. А вот начиная с 21 числа, когда Луна будет в хорошей для вас позиции в Козероге, какие-то интересные важные события вот именно на эти дни можете назначить. 21-22. Близнецы. Новолуние в Скорпионе так очень интересно отразиться на Близнецах. Близнецы будут такие слегка загадочные. Рекомендую Близнецам суббота, воскресенье и даже понедельник быть более внимательны к своим эмоциям. Мало того, там и Меркурий, и Луна. То есть лучше лишний раз промолчите, потому что вы сможете иногда сказать что-то такое ближним, от чего потом будете немножко жалеть. В общем, сдержанность. Воскресенье, понедельник. Раки. Ситуация у раков тоже очень даже симпатичная, примерно как у рыб. Новолуние в Скорпионе очень симпатично будет в сторону раков смотреть. Поэтому назначьте себе что-то такое вот значимое и важное. Скажите вечером себе, что лист бумаги и напишите какой-то свой план, что вы хотите на ближайший месяц. И непременно сбудется. Единственное, рекомендую 21-22 быть раком более осторожными со своими эмоциями. Луна будет в оппозиции, это вот так себе не очень хорошо. Лев. Ну, у Львов сегодня день может начаться немножко конфликтно, потому что Луна в Скорпионе, ну, так себе. Зато совсем скоро Солнце перейдет в Стрелец, буквально в районе 21-го числа, и у вас начнется месяц значительно более позитивный, чем сейчас. Немножко терпения и ситуация у вас выровняется. Дева. Я бы рекомендовал девам быть внимательными и осторожными со своими эмоциями. Это воскресенье, понедельник, вторник. В этот же период рекомендовал бы девам быть осторожными с продуктами питания, потому что иногда можете чего-то такое съесть, что потом живот болеть будет. Весы. Весам примерно так же, как и Овнам, в связи с положением Марса, я рекомендую осторожность и аккуратность со всеми марсовскими проявлениями, то есть спортзал, машины, движения, какие-то новые начинания. Все-таки вам лучше немножко попозже, когда Марс уйдет из напряженного аспекта, то есть где-то ближе к концу месяца. Сейчас можете планировать, а начинать действие нужно будет потом. В целом ситуация достаточно интересная. Новолуние в Скорпионе это такое достаточно мощное новолуние, так что желаю всем загадать сегодня какое-то очень интересное, креативное желание. И непременно у вас все получится.